Цементная слободка Вот они, эти разваленные дома Когда-то здесь жили люди у нас, смотрите Но этот вот еще дом целый Сейчас вот немножко пройдем туда, посмотрим Кое-где даже стекла еще есть Как бы не упасть здесь, да не вступить во что-нибудь Вот он Да, все разобрали Хотел на второй этаж подняться, посмотреть Но здесь вот невозможно Ну чуть-чуть пройдем вперед Вот здесь тупик Отдельная квартира была, вон даже люстра еще какая-то висит Второй этаж Ну вот сейчас попробую, если там входы другой стороны есть, попробую еще зайти Ну вот видите, балкончик, табуреточка еще осталась От кого-то не забрали с собой Балкончик, вот он, центральный вход Сейчас попробую туда вовнутрь зайти, посмотрим, что там Если возможно Будем под ноги смотреть Вот он, так здесь мины есть, осторожно мины, как бы не разминировать Ну и тоже здесь видите, центрального входа нет, вот он заделанно что-то здесь Непонятно Вот комната Вот смотрите Этих людей переселили Я вам показывал эти дома С красной крышей Будет момент, еще покажу Ну и вот он, этот дом с колоннами Вот он Ну вот как-то так здесь Ну я хожу пока вокруг цементной слободки Вот возле этого развального дома Рядышком строят новые здания для ведомственной охраны И для обслуживающего персонала Когда мост дадут в эксплуатацию Здесь будет комплекс зданий Как их пока понять трудно Но здесь хорошо видно Вот сейчас на данный момент люди работают Забетонировали плиту фундаментную И сейчас сверху делают тепляк Ну, брезентом покрывают, но чтобы до бетона не касалось И если нужно, если температура воздуха будет меньше 5 градусов То поставят туда тепловые пушки Ну, сейчас пока 8, 7-8 градусов было на момент съемок Я думаю, что не нужно Ну, на всякий случай подстраховываются Она и от дождя прикроет Потому что когда бетон еще не схватился Сами понимаете, если дождь пойдет То такие капельки будут на поверхности Ну, вот, собственно говоря, видите, вот миксер стоит И сливают в бодейку бетон У нас ее звали колокольчик Вот краном подают ее, наполняют и перемещают Здесь вот с одной стороны уже забетонировали И дальше будут Ну, а вот мы видим с вами как раз шумозащитные экраны Здесь вот как раз видим, из чего состоит вот эта панель шумозащитного экрана Видите, вот дырочки, ну, для лучшего поглощения звука Вот она такая перфорированная И внутри какой-то поглотитель звука, какой-то материал Высота вот этих экранов 6 метров Вот, смотрите, как высоко Ну, и вот какое крепление к нашему, нашего шумозабора К бетонному бурапету Ну, да, вот как крепится К бетонному основанию крепятся направляющие Такие анкерные шпильки И ставится направляющая, и болтами затягивается Ну, а уже между ними вставляются, вот как мы видим Ну, а здесь мы с вами стоим, смотрим Видите, между двумя заборами шумозащиты Слева автомобильная дорога Справа железная дорога Ну, и вот такое расстояние, сами оцените Между двумя заборами Ну, по моим оценкам метров 10, наверное Буду отливная канавка Фракция щепня 20-40 здесь должно быть, если не более И вот здесь насыпали Вон уже начинаются шпалы Чуть дальше рельсы Ну, вот, дорогие друзья, стою я На шпалке Вон он наш забор Шумозащитный Вот он Шумозабор, как ты мне сказал Это не шпал или шанс? Уже и рельсы лежат Видите, вот они начинаются И я пошпал он Опять пошпал он домой Иду по привычке Так что, вот Будете ехать, когда на поезде Только выезжать будете Если едете в Крым Выезжаете из Шумзабора Сразу вспоминайте меня Как я здесь шел по шпалам Вот видите, как планки соединили Просто временно Между стыком рельс Один болт поставили Ну, вот, друзья, видите Здесь закрепили уже шпалы К рельсам А вот дальше еще не закрепили И вот они Криво, косо лежат Так что не судите строго Вот здесь Пока так А то пишут, что криво Ну, вот уже ставят здесь Видите А вот за этим как раз За этим плакатом Видите, вот они Два дома переселенцев Вот эти дома По каким Кого переселили сюда Из того дома По какому я лазил В начале ролика И вам показывал Вот вы будете видеть Вот это на въезде В Крым Ну, вот, дорогие друзья Походили мы с вами Вокруг цементной слободки Посмотрели Пощупали Потрогали Такие там работы идут И перемещаемся с вами На мост непосредственно Начинаем Также от цементной слободки От 307 опоры Ну, и посмотрим Какие здесь у нас Идут работы Ну, как Написал нам один Наш зритель Он работает на мосту И сказал, что С 307 опоры По 290 Полным ходом Идет устройство Гидроизоляции И устройство Деформационных швов Ну, сначала Антикоррозийную мастику Наносят В балластном корыте И затем Делают гидроизоляцию Ну, и само собой В это время Делают деформационные швы Хорошо мы видим Вот в начале Там От 307 опоры Стоят Палатки Ну, такие шатры Своеобразные Вот в них Чтобы защититься От ветра И осадков Находятся Строители И делают Гидроизоляцию Ну, и следственные И деформационные швы Пока Пока не красили Вот как стоял Один пролет 301-300 Покрашенный Как-то у меня есть видео Как раз мы его застали Как его непосредственно красили Ну, и все пока Больше здесь Покраски никакой нет Наверное, ждут теплых дней Более-менее Ветер был сильный Как вы уже догадались Вот видите Люди Бушлаты Даже воротники Приподняли Хотя температура воздуха Как я уже говорил Там 6-8 градусов была Ну, и вот мы Идем с вами дальше Смотрим Что здесь Внизу Особых работ Таких нет Укладывали Дорожные плиты В дорогу Для охраны Когда мост Будет сдан И обслуживающие Персоналы Будут ездить На своем Техническом транспорте Там В основном Работы идут По гидроизоляции На этом участке И на разрыве Где Был Стапель Криволинейной Надвижки Устанавливают Металлоконструкции Сегменты Ну, и здесь Еще я Оговорился Идут работы По установке По установке Пролетных строений В проектное положение Ну, здесь Уже почти все сделано Так там Где-то Надо будет Подбетонировать Подферменники Ну, по-моему Здесь тоже Уже все сделано Вот разбирают Как раз Вот эти шатры Видите Вот она Это Остов Каркас Сверху Наверное Опустили А может наоборот Делают И потом Краном Наверх подадут Вот Такие вот Снизу И сверху Уже такие же Стоят Хорошо Вот видно Здесь И здесь Вот один сегмент Еще несколько Сегментов Лежит Ну, как Не востребованы Они, конечно Востребованы Отвезут их На 289 290 Пролет Там теперь Устанавливать надо Ну, и видим Вот раковина Затирают Штукатурят Подферменники Там последние Такие штрихи Красоту наводят Вот такие Здесь работы Идут Ну, и собственно Вот как раз Мы добрались С вами До этого Разрыва 288 290 Два пролета В две нитки Видим мы, что Один пролет 288 289 Таманского направления Пять сегментов Уже Стоят Уже их Выравнивают Ну, даже Можно сказать Выравнили Вот чуть-чуть Там вот Крайние Немножко Завали Ну, и Работы Идут И начинают Ставить Керченское Крымское Направление 288 289 Здесь не особо Видно Но можно догадаться Видите Два сегмента На земле Еще стоят Следовательно Три сегмента Стоят наверху Пролет Состоит Из пяти Сегментов Ну, это мы Еще посмотрим С вами С другой стороны Там будет Получше Видно Но Точно вам скажу Что три сегмента Уже стоит Крымского Направления В интервале 288 289 Пройдем С вами Немножко Дальше До Мыса Ак-Буруны Посмотрим Вот Здесь Таманское Направление Режут Уже на плети По три Пролета И устанавливают В проектное положение Вот здесь Как раз Хорошо видно Слева Видите Стоит Еще на скользунах А справа Пролетные строения Уже Начали Опускать Потому что Перепад Высот Есть Ну вот И здесь Работы пошли По установке Так что Дорогие друзья Как было заявлено До первого апреля Закончить С установкой Пролетных строений То есть Закрыть 288-290 Пролет И на Острове Тузла Тоже там Три пролета С 222-й По 219-ю Опоры Ну и вот Мы перешли с вами На набережную С нее хорошо Видно Вот видите Уже вечерок Освещение На мосту Горит Светится И мы Пройдемся с вами В сторону Берега Крымского И посмотрим С этой стороны Прав ли я был Что Сказал Что три сегмента Уже стоит Ну Здесь вот Хорошо мы видим Что да Три сегмента Если вот присмотреться Немножко Сливается Крымское И таманское И таманское Направление Ну Если вот так Посмотреть Да вот видно Хорошо Что три сегмента Два сегмента Еще Нужно Доустановить Ну вот Такие вот дела Здесь идут Дорогие друзья А я на этом Заканчиваю Свой очередной Обзор И не забываем Подписываться На канал И ставить лайки Всего вам хорошего До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok